Действующие лица 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 по-моему, если я не ошибаюсь, в Планетарии. Мне кажется, там происходят постоянно какие-то концерты. Олег Нестеров выступал там со своим проектом звёздным. Но я вот ещё ни разу там не был и не был приглашён. Там очень хорошо... Знаете, кто звучал? Очень хорошо звучали To Siberia. И очень хорошо там звучала Варвара Мягкого. Это было очень хорошо. В Планетарии. Я не знал, что она там играет. Да. Было очень хорошо. Да. Вот насчёт To Siberia, что мне напомню, они действительно вообще сам по себе интересный проект. А ещё вот в Акустике Планетарии... Даже не столько в Акустике, сколько в пространстве. Вот там больше пространства работает, нежели Акустика. Пространства без Акустика не бывает. Так и не бывает. Акустика без пространства. Да, точно. Всем рекомендую, когда всё закончится, поехать в Пизу, зайти в Баптистерию, и послушать голос одного иеромонаха, который поёт из центра вверх. И когда голос разбивается на 36 дробных кусков и, соответственно, на доли. А это даже не квадро, это не чинкло. Я не знаю, сколько одновременно источников звука звучит. Это долбий атмос теперь называется. Выпученных из одного. Да, выпученных из одного источника звука. Это очень много динамика. Возвращаясь к полёту нашему, да. Возвращаясь к нашим делам, тут ещё надо отметить, что вся эта идея возникла в связи с тем, что у меня лежала в загашниках давно не исполненная, давно не исполненная. В общем, давнишнее моё произведение, ещё 90-х аж годов, даже конца 90-х годов, у меня был такой период увлечения и разработками в направлении такого симфотехно. Я думал, я хотел в ночные клубы, и мне хотелось как-то скрестить одно с другим. И вот это такая полуэлектронная музыка. У меня написано, по-моему, три произведения в таком условном стиле, которые с тех пор вот как-то особо и не звучали там, они в начале 2000-х ещё были показаны на фестивале Денисова в городе Томск, и всё. И вот мы их достали из сундука. Они настоялись. Посмотрим, что получится. Ну, в любом случае, это получится хорошо, потому что музыканты все прекрасны. И в нынешнем составе вот этого ансамбля «Классика плюс» мной приглашены такие люди, как Пётр Айду, например, как Дмитрий Чеглаков, филончелист, и многие прекрасные другие музыканты из разных коллективов Москвы. Ну, из вашего коллектива, в котором вы уже почти четверть века играете, я имею в виду, «Вежливый отказ», а Дима Шумилов. Да, да, конечно, у нас на басу Дима. Он с контрабасом, вы понимаете? Нет, это будет бас-гитара, поскольку музыка такая близкая к поп-музыке, я бы сказал, такой поп-минимализм. Ну, такой очень жизнерадостный при этом. А почему вот я вспомнил сейчас «Вежливый отказ» мне? Потому что вы в майке «Вежливый отказ», потому что «Вежливый отказ» меня сразил в 89-м году, когда я первый раз услышал. Для меня это было совершеннейшим открытием, это было счастливое время еще «Роклаборатории», когда неугомонной стайкой неконтролируемых пассионарьев руководил мусульман Кулов и Ольга Опрятная. Помните таких персонажей, да? Вот, с «Вежливым отказом». И над этим совершенно «Белым лебедем» царил Рома Суслов, потому что он был вообще не от мира всего. И музыка была вообще ни на что просто не похожа. Она и не похожа ни на что. И пытается сравнивать, но это все не получается нормально сравнить ни с Лиддзеппелином, ни с Кримсоном сравнивать. Совершенно не похожа. Это абсолютно самобытная вещь, вещь в себе. И это одно из моих таких главных дел в моей жизни. И мне так посчастливилось участвовать в этом коллективе. Я много раз к Роме приставал в данном. Я говорю, а как это может быть так вот? Как я появился там? Не-не, это отдельный вопрос. А я к Роме говорю, я приставал много раз. Вот, я говорю, как? Рома – гениальный композитор. Роман Суслов. Ну, в общем, да. Даже, знаете, когда Владимир Мартынов по кого-то говорит, что это хороший композитор, это очень странно звучит. Семь в август. Но вот я такое недавно услышал. Потому что как раз… Роман Суслов сказал? Да. Мы как раз сейчас в расцвете находимся такой формы. Да. Мы много репетируем. Концерт был замечательный в тоннах. В тоннах у нас регулярный концерт. И последний, 1 апреля, был какой-то действительно очень заводной. Феерический, который… Тут я сказал… В Зюзине. Почему у вас в Зюзине? В Зюзине, ну, в Зюзине я не играл в этот раз. Вас не было в Зюзине, но я про отказ. Но зато мы едем в Петербург и играем на фонтанке у Дениса Рубина 18 апреля в формате трио, без барабанов, без всякой электроники. Есть ли такой у нас формат? Это Роман, вы и Дима, да? Ну, бывает, что не я, но Роман Дима точно всегда как основа всего. Ну, да. Гитара-бас, бас-гитара. Да. Ну, просто бывает Максим Трифан на фортепиано. Максим, да. А на барабанах? В группе два клавишника и новый барабанщик Илья Варфоломеев. У вас очень хороший барабанщик. Да, но у нас же, к сожалению, скончался наш Миша Митин прекрасный. Я знаю. Не так давно, по-моему. Да, вот пару лет прошло. Ну, сравнительно недавно. Вообще, отказ удивительный, конечно, коллектив. Сколько ему уже? Ну, больше сорока лет, я так понимаю. Я точно не скажу. Что-то... Ну, это солидный стаж. Что-то... Не каждая птица долетит. И тот самый случай, когда я могу с полным основанием сказать, что я легенда русского рока, потому что я записан на пластинке, где написано вот это сбоку, что легенды русского рока. Да, я помню, как вы меня дразнили, бабушка, ФМ-радиовещание. А мы с тобой, между прочим, легенды русского радио, потому что наша первая радиомания была именно в этой номинации. Слушайте, ну, это, видите, нас многое объединяет. Слушайте, ну, это же ужас, когда мы все время впадаем в одни воспоминания. Ну, давайте... Потому что, Слава, ты все время начинаешь играть дедушку. Меня это всегда пугает. А я не хочу, чтобы ты играл дедушку. Во-вторых, я пожилой человек. Вот, вот началось. А во-вторых, я очень много чего помню. Павел, а я хотела знать, про что спросить. Ну, в силу того, что мы так немного литература центрична... Слово «центрично». Мы же подговорили. Да, вчера мы говорили как раз, да, слово «центрично». Вот вокруг этого произведения, там есть какая-то, ну, не буду говорить литературная основа, но какой-то нарратив? Дело в том, что одно из вот этих моих старых симфотехно-произведений называется «Музыка для космических полетов». Какая прелесть! То есть это практически прикладная история. Да, и вот именно поэтому появилась эта программа в связи с полетами и космонавтикой, и уже вокруг нее мы, значит, конструируем что-то еще. Какого-то особенного текстового нарратива тут нет у меня. Слов нет, никто не поет. Но там будут некие цитаты, я имею в виду разговор. Ну, по крайней мере, у нас там... А ну, чтобы не быть голословным, послушаем «Межик фотоспейш флайдж». Ну, вот, например, да, прямо сейчас. В изложении, в старом еще изложении. А, ну, давайте. Да. Музыка для космических полетов. Музыка для космических полетов. Музыка для космических полетов. Музыка для космических полетов, Павел Карманов, это вот отрывок с той композит, которая будет звучать, как я понимаю, сегодня, да, в программе «Полёт». Да. И будет она, но уже в новом звучании. Кстати говоря, о космических полетах, помните, это замечательная история, когда в 83-м году Ник Мэйсон и Дэвид Гилмор приехали на Байконур и подарили советско-французскому экипажу кассету. Я даже не знаю. Да, они подарили кассету с музыкой, соответственно, Пин Флойд, такой сборник. И первая из них была «Астрономия де Майн», которую написали ещё с Сидом Барреттом. Барретт был, значит, заколот уже в психушке, валялся к тому времени. Эти два красавца, значит, дали кассету космонавтам, которые крутили в космосе. Три музыка, которые крутили в космосе, вот была из таких фирм. Музыка в невесомости. Да, да, да. Это и про наш концерт, получается, тоже. Абсолютно. Есть видеоряд. Абсолютно. Где всё летает. А как, на ваш взгляд, вообще сейчас с электронной музыкой вообще? Уже всё покончено? Или она... Чего же? Наоборот, происходит невероятный расцвет. Она со всеми обнимается, мне кажется. Просто в связи с возникновением компьютеров, Windows, там, не знаю, Macintosh и Apple и прочих вещей, музыкантов, композиторов расплодилось невиданное количество. Как пианистов в Китае. Есть какая-то лавина людей, которые обязательно пишут, так сказать, слово «композитор». И есть теперь такая музыканская графомания, конечно, да? Ну... Не без этого. Я как человек, всё-таки отучившийся в консерватории, люблю, когда какие-то знания присутствуют, а не только возможность нажимать кнопку на ноутбуке, понимаете? Золотые слова. Вот. Вот. Потому что так сложно вкуста развивать в себе, не умея почти что ничего в этой области. О! Как здорово. Вот школа должна быть, потому что... Ну, какая-то, да. А дальше можешь заниматься эксцентрикой сколько угодно. Точно так же, как в живописи. Ты отрисуй пять лет гипсы, а потом можешь себе там гвозди в доски заколачивать. Да, вот в консерватории нам давали задания, мы их выполняли. Всё это было. И строк было бы достаточно. Конечно, как я предполагаю, такая школа была не детская, да? Вот я поступил в консерваторию, мне тут же сказали, а ну-ка иди и пиши пьесу для флейты и фагота. Ух ты! Почему? Вот не знаю, такое бы пожелание. А вы же на духомышке? Я написал. Нет, ну просто... Вы же на композиторском учились? На композиторском. Но просто композитор в понимании моего профессора должен был уметь и такие... Для любого инструмента написать? Это как, знаете, я прихожу в издательство «Музыка» издавать свои ноты, а мне говорят, вот напишите лучше детских пьес штучек 20 для детей на трёх нотах. Вот это интересно людям. Интересно. Это для того, чтобы дети занимались или... Не-не-не. На это есть запрос. Потому что в детстве, когда Павел был маленький, его музыку оценил сам Кабалевский. О, да, это легенда. Вот. До сих пор все считают, что Павел должен писать детскую музыку. Хотя я понимаю, что детскую музыку писать очень трудно. Да, пожалуй, да. Шаинский, он же гений. А вот сейчас была усмешка или сейчас была поддёвка или правда? Нет, гениальный Шаинский, лучший детский композитор. Я считаю, что он мелодист прекрасный. Да, 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 абсолютно. Другое дело, что там он рассказывал про то, что он кадерши переделывает в детской пице. Это да, это забавно было. Да. Вот я сомневаюсь в этом. Но то, что он мелодист от бога, это безусловно. Ну, это, наверное, как с детской литературой такая же. И заметьте, детских композиторов гораздо меньше. Да их сейчас-то вообще нет. По пальцам. Как и детского кино практически нет. Да, в общем, как и детская литература. Да, пожалуй. Но с детской литературой... Много переводной. А я про отечественное говорю. Слав, ну, я не думаю, что мы просто... Ну, вот прошел там нон-фикшн, я не думаю, что мы с тобой сильно там... А я внимательно изучал. Лазили по детским сценам. А я внимательно лазил. Тем более это рядом со студией было. Тем более я лазил с прицелом к внуку. Не буду с тобой спать. Не буду. Ну, ты же все равно внука на классике будешь воспитывать. Он уже воспитывается на классике. Тем более. Вот. Хорошо. А что с вокализмом? Я вот смотрю, здесь есть, будет вокал-то вообще? Нет, вокала в этот раз у нас нет. Машину. И все, ну, как-то так сложилось с программой таким образом, что в этот раз мы без вокала выступаем. Космический вокал. Красный. Но в следующий раз я обещаю, что вокал будет опять. Когда будет этот следующий раз, тоже непонятно. А у вас есть свои... Ну, будем надеяться, что через год и будет. Посмотрим. А у вас есть свои какие-то такие преференции, если говорить о вокале? Вот Алису Тенву. Ну, вы знаете, вот это единственная моя преференция на сегодняшний момент. Полиция, да? Да. Она легко поет все, что угодно. Так случилось, что я люблю вот эти прямые... Открытые, да. Открытые, почти что детские голоса. И вот как-то я вот очень влюблен в эту стилистику. Уж не говоря о том, что... Это всегда очень искренне звучит. Да, это очень искренне. И уж не говоря о том, что соратник Алисы Тенн, Руст-Позюмский, вдруг начал фонтанировать гениальной музыкой абсолютно. Мы его вместе и неплохими стихами. Да, абсолютно. И стихами. Он частный поэт. Видите, у него реквием, мистерия. Это какие-то такие большие вещи серьезные, которые прямо я от него даже не ожидал в какой-то момент. Но он абсолютно такой самородок. Ну, это... Что правда. Позвольте себе маленькую цитату. По-моему, Мусоргский сказал, что музыка не пишется, а музыка приходит. Может, к нему сейчас приходят? К нему прямо, понимаете, вот приходят каждый день, видимо. И я в этом смысле очень жалю. У меня вот так вот не происходит. Но когда есть в жизни столько любви, сколько есть у них там на концертах, понимаете, и не только, музыка пишется гораздо лучше. Ну, это все равно божий диктант, потому что меня не переубедить, потому что это все все равно приходит сверху. Музыка ли это, текст ли это, холст масла ли это, кусок мрамора ли это. Я совершенно согласен, да. Тоже бывает, так войдешь в какой-то столб или столбы, и оно как-то действительно само происходит. Глянуться не успеешь, бац, написано Шумняна. Моя такое было, вы знаете. Ну, да, ну да. А теперь вот ее Варвара Мягкова играет во всех возможных местах, что счастье для меня большое. Кстати, планетария какая-то. Она прекрасна. Хорошо, значит, с этим попелились, значит, с вокалом тоже. А бывает так, что самому что-то хочется, вот самому хочется что-то послушать. Вообще композитор, как вы думаете, он должен быть все время в потоке, того, что делается. Не, ну, естественно, вся моя жизнь заключается в том, что я постоянно что-то слушаю и что-то смотрю, да, и что-то впитываю, что-то аккумулирую, и потом при хорошем стычении обстоятельств каким-то образом кристаллизую. А есть сейчас какие-то киноинтересы? Ну, я всегда очень люблю кино, и любил, и люблю. Ну, вы просто еще очень много кино писали. Как тот ждун, знаете, сижу и жду, да, когда ко мне позвонит какой-нибудь симпатичный режиссер. Вот. Ну, это не обязательно, чтобы... Ну, как хотелось бы, но происходит, тем не менее, и это тоже. Обязательно, чтобы симпатичный режиссер. Ну, по-человечески. Ну, желательно. Ну, конечно. Ладно, в ожидании. Бывает же... В ожидании. Деньский режиссер, например. Давайте как раз это, значит, для автоответчика музыка, как я понимаю, да, «Music for Ensign Machine». Да, да. Сейчас послушаем композицию, а потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Music for Ensign Machine» Я заметил, что вот в сегодняшнем плейлисте все названия даны по-английски. Это, ну, при том, что текстов нет. Да? Вокалист. А почему вот не назвать бы это музыку для автоответчика? Нет, ну, вообще по-английски, потому что это интернационально и как бы принято. А, не более того. Можно было назвать по-русски, то есть это просто музыка для автоответчика. Конечно. Или для космического полета. И звучит, между прочим, очень иронично. По-английски как-то так чуть-чуть отчужденно, а вот по-русски это звучит иронично. Но была песня, помнишь, у группы «Браво» была песня «Звездный каталог». Это не первая величина их песня, но Жанна ее поет, пела, да, очень иронично, с такими штучками. Хотя текст очень серьезный, а текст Арсения Тарковского. Мне было невдомек, для чего у меня «Звездный каталог». И она такая, опять же, к вопросам о космосе и того, что между нами. Поэтому это по поводу автоответчика, который звучит иронично. Мне кажется, что это в ту сторону могло бы пойти. Не знаю, мне бы очень понравилось, если бы было написано. Павел Карманов, музыка для автоответчика. Супер. В следующий раз. Я сюда ехал и вспоминал замечательную вашу музыку. Знаете, куда? Несколько лет назад на телеканале «Культура» прогноз погоды шел. То ли весна, то ли было, то ли лето. В период времени звучала моя музыка для поздравительной открытки с чудесной Машей Федотовой, флейтисткой из Петербурга. И да, вот у нас такой был проект. И взяли оттуда. Когда приезжал сюда Филипп Глаз, и когда он сам аккомпанировал. Я был там тоже, я был там, да. Так что могли встретиться кое-нискаться, это же было потрясающе абсолютно. Ну, я-то знаю эту музыку очень давно. Ну, понятно. Я тоже не просто пошла. Вот. Так что, да, это одно из любимых сочинений, на которое... Насколько вам сейчас вообще удается вот... Космос все равно какая-то история немножко философская по нынешним временам, потому что, ну, мы как бы... Был романтический период, потом был период достаточно такой вот технократический, я бы сказала. Потом его как-то так забыли. Он вообще ушел куда-то так в обычные какие-то истории. А сейчас он как воспринимается, космос? Космос. Да, и вот у меня ощущение, что космос сейчас, и это такое, ну, такое пространство, где можно говорить и о литературе, и о музыке, и о том... Ну, слушайте, уже кино снимают в космосе. Плюс еще кино снимают в космосе, но вот какой-то... Космос. Мы все время сейчас модно нам... Модно нам поминать, там, русский космизм, и так далее, и так далее. Вот у вас ощущение какое от этого? Фантастическое, как, знаете, фильм «Аватар». Примерно такое представляется мне, где-то далеко в космосе, но доживем мы до каких-то космических свершений или нет, еще, так сказать, непонятно, да? Ну, это да. Вот, но все равно движение есть, если он, Маск, в конце концов, который бороздит просторы. Большого театра. Ну, у нас тоже собираются новую станцию запускать, такую большую-большую. Я, на самом деле, не очень слежу за этим, но... Да, я случайно новостях не слушала. Ну, надеюсь, я просто новостей не слушаю уже давно. Я не читаю по утрам в советских газетах. Просто я почему-то что-то так спросила об этом? Мне очень нравится. Вот я просто вспомнила, в «Рождественский вертеп» было очень здорово, сколько всего разного вам подвластно. Разные направления в музыке, когда они чудесным образом соединяются, вот тут космос получается. Да, ну, это вот, это вопрос к слушателю. Для меня это работа. И вот, раз мы упомянули о вертепе, я еще должен сказать, что к вопросу о любимых моих вокальных талантах, вот тут необходимо отметить ансамбль «Сирин», с которым я тоже дружу уже больше 20 лет. И вот они, как никто лучше всего, на мой вкус, поют настоящую русскую музыку. Вот, кстати, о настоящей русской музыке, мне почему-то кажется, что сейчас опять пошла какая-то, ну, совсем не та тенденция, когда ее делают слишком народной, а она не народная, а она такая вот попсовая. Сейчас вот эта какая-то новая молодая поросль исполнителей народной музыки, певцов, певиц, и они все... Так они про настоящую, которые из экспедиции, или которые... Которые из экспедиции, да, 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 расшифрованные песни, очень, так сказать, достоверные голоса, народные, и слава тебе, Господи, мне кажется, что вот этот вот советский жанр песни и пляски, вот это все, оно хоть и существует, но куда-то уже... На завалинку ушло туда, вот, да? Лакированные матрешки, да. Потому что это невозможно было... Невозможно. ...семя лет терпеть, конечно, с большим трудом. У Сергея Николаевича Старостина всегда лицо изменяет, когда он об этом слышит. Кстати говоря, мне кажется, что вот проект, который, к несчастью, сейчас уже не существует, существует, я имею в виду, и Нажеланы Гребстеля, и девочек из Вилл, да, вот это вот проект Виллы. Нет, Инночка вообще молодец, мы дружим давно-давно. Вот, Гребстель вообще, я не знаю, один из лучших басгитаристов страны. Он крут, что вы говорите. Да, такой Тони Левин, по большому счёту. Жалко, что ты, кстати, не видел во Мхате по Водолазкину, Лавр. Вот я туда пошла, я туда пошла только из-за Гребстеля, и мне больше там ничего не нужно было, это было потрясающе. В 1990 году в студии Замараева, который они дали там двух с половиной часовой, такое, что, в общем, я как бы собирал себя по частям там. Ну, я просто говорю про, ну, одни из последних работ. Ну, тогда я понял, что Гребстель гений. Ну, вот в этом 34 года я, собственно, и пребываю в этом убеждении. Вот. Это я к тому, что в Отечестве... Что гений среди нас, и это приятно. Музыканты есть, причём музыканты мирового уровня. Вот, о чём говорить. Конечно же. А в этом легко убедиться, это я так плавно подхожу. Красиво подводит, да? Что сегодня нас ждёт, и, я надеюсь, слушатели, которые придут сегодня в Заряде, это большой зал, а это малый зал, в Заряде, не ошибитесь. Значит, в 19.00 проект называется «Полёт». Это Павел Карманов и коллектив «Классика плюс». Единственное, что я забыл спросить, это такое полноценное действие, там где-то час лишним, да? Да, да. Ну, в одном отделении, в одном отделении, да, без антракта. Да, может быть, даже лучше, чтобы не рвать ощущения. Я не люблю антракты. А я, наоборот, ещё люблю, но в драматическом повествовании, в классическом театре. Здесь прелестно то, что это гейцы ровно столько, сколько длился первый полёт Гагарина. До 8 минут. Ну, вот в этом-то и всё. Ну, и как раз в день космонавтики. Всё. Спасибо. Спасибо. Спасибо, действующие лица Павел Карманов. У нас ещё маленькая, я на прощение хотел бы объявить, что ещё музыка с нами остаётся. Green Day, окей? До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»